Я думаю, что сегодня такая книга совершенно необходима, как исторический памятник, но в то же время как живые свидетельства, факты о том, что происходило в 20 веке. Не только потому, что нам важно знать свою историю, а потому что странным образом сейчас происходит очередное, в который уже раз, сползание страны в архаику, сползание к каким-то варварским пещерным концептам. Это происходит не вдруг, это происходит абсолютно… Это сползание, оно спровоцировано партией и правительством, и лично дорогим Владимиром Владимировичем Путином. Я в этом не сомневаюсь ни секунду, потому что, видимо, кто-то ложно понял уроки Макиавелли и пытается по всем возможным направлениям раскалывать общество. И, как нам всем понятно, раскалывать общество по национальным трещинам или швам – это самое милое дело для власти, самое простое. Почему этот раскол так желанен? Ну, просто потому, что консолидированное общество, разумеется, сможет противостоять людям, которые не хотят уходить от власти. Только консолидированное общество способно по-настоящему что-то противопоставить безумным решениям, как то, например, объявлению войны соседним странам, которые недавно жили с нами, народам, которые жили с нами недавно в одном государстве. Вот это безумие можно остановить или предотвратить только консолидированно, потому что никаких институциональных возможностей не осталось. Институты все разрушены. Общество легко раскалывать и легко вот этот фитиль национализма поджечь просто потому, что так устроен человек. В нем слой цивилизации в его сознании очень тонок. И в каждом из нас живет это пещерное существо, которое любит своих, не любит чужих и так далее. Каждый из нас над этим работает. Скажем, если мы зададим, каждый из нас задаст себе вопрос, на что мы готовы пойти ради своей семьи. И сразу возникают всякие «но». Или ради своего народа, или ради своей социальной группы. Возникают самые невероятные мысли порой в голове человека. Поэтому все в нашей жизни строится на преодолении, строится на какой-то интенсивной работе сознания над этим странным, многослойным существом, в котором есть все предыдущие эпохи, все предыдущие стадии развития человечества, которое называется «человек». Когда этот тонкий слой цивилизации сдергивается или сжигается, а нацизм делает именно это, он сжигает самый тонкий, столь необходимый слой нашего сознания, то, в общем, наступают страшные времена, приходит беда. Как бы ни была прекрасна Земля, если убрать озоновый слой, то она погибнет, ее сожжет Солнце. Так же и человек, как человеческое существо, он погибает, когда сдергивают слой цивилизации. Он превращается в зверя, он превращается в маньяка, он превращается в подонка. Уничтожить этот слой очень-очень легко. Поэтому то, что мы видим сейчас, разжигание вражды, и разжигание самых низменных чувств в человеке, это очень опасно для каждого из нас в отдельности и для всего общества. Но мы не можем закрывать глаза на то, что это делается. Что бы ни говорили люди, которые это делают, какой бы риторикой они ни прикрывались, мы видим, что это разжигание национал-шовинизма, это разжигание вот этого пещерного... Это попытка реанимировать худшее в человеке, самое дремучее, самое архаичное. Ну вот, поэтому я думаю, эта книга так сегодня важна для всех нас и для тех, кому она попадет в руки. Сможет ли книга помочь? Я не знаю, но в нашей истории есть пример, такой пример, когда вот появился архипелаг ГУЛАГ, и стал сам издать и гулять с рук на руки. Эта книга многое предрешила в том, как будут развиваться события, как будет настроена хотя бы лучшая часть общества. Поэтому нужны факты, потому что люди забывчивые, люди очень легко переходят от анализа, от нормальной рефлексии к мифологии, и мы видим, как происходит это в одно мгновение сейчас. Например, та же крымская кампания. Как в одну секунду вдруг вполне вроде бы нормальные люди впали в массовый психоз. Ну вот это происходит действительно быстро. Дорога вниз имеет мало остановок. Легко упасть на четвереньки. Трудно поддерживать прямохождение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!